Отраслевые объединения молокозаводов и переработчиков молока в Германии сообщают, что покупателям следует приготовиться к подорожанию молочной продукции. В среднем в ближайшие пару недель цены в супермаркетах вырастут еще на 20%. Это коснется как молока, так и всех видов сыра. Дальнейшее повышение цен на молочные продукты, по словам представителей отрасли, будут зависеть от переговоров между молокозаводами и торговыми компаниями. Немецкий экономист Ахим Тругер оценил последствия для экономики Германии, которые могут наступить из-за введения запрета на покупку российского газа. Прямое следствие подобного решения – безработица. 500 тысяч человек в стране останутся без работы. Но сокращение рабочих мест – лишь часть проблемы. Главным следствием отказа от газа из России будет серьезный экономический спад в Германии. По словам эксперта, необходимо, чтобы домохозяйства придерживались принципов максимальной экономии, особенно при эксплуатации систем отопления или подогрева воды. Еще один способ экономии топлива – ограничение скорости движения транспортных средств на дорогах Германии. К другим темам. С необычной инициативой в Германии выступила Ассоциация независимых туристических агентств. Она предложила пенсионерам проводить зиму на Майорке, в Турции или в Тунисе. Так страна сможет существенно экономить на потреблении газа населением, а пенсионеры проведут зиму в тепле и комфорте. Пенсионеров выбрали потому, что им проще всего уехать на долгое время, ведь они не привязаны к рабочему месту. Государство по задумке Ассоциации независимых туристических агентств должно выдать людям долгосрочное командировочное пособие в размере 500 евро. Правительство Германии напоминает о социальной программе Corona Break для поддержки семей с невысоким доходом, которая позволяет взять небольшой отпуск на льготных условиях. По этой программе семья оплачивает только 10% от стоимости путевки, остальные 90% берет на себя правительство. Программа Corona Break будет действовать до конца 2022 года, и во многих отелях все места уже забронированы. По информации Федерального министерства по делам семьи, на программу выделили 40 миллионов евро, и большую часть из этих денег уже выплатили.